Конкурсы, концерты и горячая горбата. В Гомеле затверждена программа святкования новогодней ночи. Коли лучше приходить на центральную площадь города и какие меры безопасности при этом необходимо заховывать, доведался Олег Синцеров. Центр новогодних мероприимств у Гомеля, площадь Ленина, все это тут в Пешеневу салевали Йоху за святодиодными гирляндами. Новая концепция выкрасана и при пригоджении самой площади. Головные символы доходящего и будущего года, знаки за деяку, арки с коронковым орнаментом и орелями, усестварая святочный настрой, у новогоднюю ночь тут же проведут еще и разностайные культурные мероприимства. Концертная площадка начнет работать с 23.00. Как всегда, мы предусматриваем и развлекательную программу, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсы, развлечения. Поэтому будем рады всех видеть на площади Ленина. Для тех, кто не сможет по каким-то причинам к нам присоединиться, мы рады предложить праздничные программы во всех районах города, которые начнутся уже после боя курантов. Где-то они начнутся с половины первого, с часу и продлятся также до трех часов ночи. Для наших маленьких гамильчан мы предусмотрели программы праздничные во всех районах города и на площади Ленина 1-го числа. Для того, чтобы гамильчане после новогоднего святкования могли с комфортом вернуться домой, изменены расклад руху громадского транспорта. До 5-ти годин ранее на линии будут праздновать троллейбусы номер 10 и номер 20, а так же автобусы 1-го, 12-го, 18-го и 20-го маршрутов до новогодних святов рыхтуются и гандлевые организации. Гандлевые роды на головной площади Гомеля будут праздновать до 7-го судения. А в том, что пропадают покупникам, можно мерковать по рекламных надписах. Блины на огне, шаурма, бургеры, хот-дог, бульба-фри, попкорн. Максимум не вельми користо для здоровья, а не все-таки Новый год. А вот приносить спиртное с собой не рекомендуется. За аппаратом будут сочить нарады милиции. Что отрежется инжек напоев на центральной площади в новогоднюю ночь, то только у пластиковых полулитровых бутыльках. Такое потребование отломается мерами безопасности. Трежь бутыльки со шкла, кинутые у людей, могут привести до трагедии. В целях предупреждения конфликтной ситуации между гражданами, которые будут направляться к местам проведения массовых мероприятий и обратно, планируется увеличить плотность милицейских нарядов. Во время проведения непосредственно праздников места с наиболее массовым пребыванием граждан оградят турникетами, а пропуск будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты с использованием ручных металлодетекторов. Это делается для того, чтобы не допустить пронос взрывоопасных предметов, взрывчатых веществ, оружия, а также ограничить приход лиц в состоянии опьянения. Еще одно строгое обмежевание течения пиротехники, и ее использование в местах массового находления людей и поблизу живых будинков категорично заборонено. Порушальникам погружает совсем немаленький штраф до 30 базовых величин. Олег Синчаров, Василий Сипцов, Телерадо, компания «Гомель».